Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. У нас уже начинают потихонечку краситься ягоды на некоторых сортах. И сегодня мы с вами разговариваем про осветление гроздей, что это такое, для чего это нужно и как это правильно сделать. Но изначально, что же это такое? Это удаление листьев в зоне гроздей. Для чего? Первая причина, по которой мы это делаем, мы улучшаем проветривание ягоды. Если ягоды вот так вот сильно закрыты листьями, как я уже сказала, они плохо проветриваются. И особенно если гроздь плотная, могут загниваться. Именно поэтому мы это самое проветривание улучшаем. Вторая причина. На солнце ягоды быстрее созревают, на солнце ягоды быстрее накапливают сахар. На солнце ягоды лучше окрашиваться, за некоторым исключением, о котором я скажу буквально через пару минут. Некоторые сорта особо восприимчивы к такому агротехническому приему. Например, такой сорт, как Каберне, качество вина с виноградников, где нижние листья убраны, будет гораздо лучше. В нем будет меньше овощных тонов, потому что именно нижние листья, они дают вот эти тона в дальнейшем продукте. Ну а теперь про исключение. Некоторые сорта на солнце могут гораздо хуже окрашиваться. Например, такие сорта, как лучистые, как преображение. Поэтому им все-таки нужен легкий тенек. Следующий вопрос, когда делать, это само осветление гроздей, когда убирать листья. Когда ягода стала окрашиваться, либо для светлых тонов, когда она начала размягчаться. Если вы сделаете это раньше, не исключена возможность солнечных ожогов. Выглядит это вот приблизительно таким образом. Уже, конечно, такая ягода, но она не будет нормальной, она не будет нормально созревать. Ее по-хорошему из гроздей надо убрать. Если вы находитесь в жарких странах, где у вас очень палящее солнце и осветление гроздей делаете для того, чтобы они лучше проветривались, то делайте это постепенно. Раз, не убирайте все листья сразу, а поэтапно. И второе, если сильно палящее солнце, то на некоторое время ягоды лучше притянить, чтобы не получить вот этих самых солнечных ожогов, которые я вам показала. Конечно, например, в таких случаях, как вот на этой шпалере, можно было бы сильно осветление не делать, потому что сейчас здесь все достаточно редко и хорошо проветривается. Кроме того, как одно из возражений процесса осветления гроздей, вы можете услышать то, что зачем же убирать листья, если они питают куст. А теперь посмотрите, нижние листья, например, вот этот, в сравнении с моей рукой, и дальше вся зеленая масса. Вот этот лист, он уже не питает растения, равно как и этот. Они являются паразитами и только потребляют энергию на дыхание. Потому что все процессы в растении строятся на дыхании и фотосинтезе. Если в процессе фотосинтеза сахара образуются, то в процессе дыхания они разрушаются. Поэтому вот эти вот малыши, они только потребляют, но уже ничего не дают. Следовательно, и держать их совершенно нет смысла. Вот еще один пример, смотрите. Ну, тоже листики небольшие, правда зеленые, не такие желтые, как в предыдущем случае. Ну, вот смотрите, чем располагает этот куст. Огромная стена зеленых листьев. От того, что мы уберем этих малышей, это никак не ухудшит питание. Ну, и, конечно, делать все надо разумно. Мы убираем только то, что нам действительно мешает. Все маленькое, все, что идет внутрь. Смотрите, вот маленький листик убрали. Вот маленький листик убрали. Вот этот побольше тоже убрали. Вот наша гроздочка. Осталось, а там еще очень-очень много зеленой массы. Ну, вот там за забором пример, как делать, не нужно. Потому что листья ободраны, их и так немного, посмотрите, они мелкие. Ну, а потом по осени возникает вопрос, почему у меня не созревает виноград. Потому что созревать там фактически нечему, гроздь кормить фактически нечему. Ну, это еще так пока что слабенько, потом, как правило, вот этот куст обзирается еще больше. Остаются одни голые ветки и грозди. Так что убираем все разумно. С одной стороны, вот это все маленькое, поврежденное, то, что мешает, заслоняет. С другой стороны, надо обрезать листья так, чтобы кусту все-таки осталась какая-то кормовая база нормальных листьев. Не таких вот малышей в самом начале побега, а нормальных, здоровых, сильных листьев. В итоге получилось вот так. Это у нас зилга. Здесь русский ранний тоже начинает уже окрашиваться гроздочки. Симоне тоже только-только начинает краситься. Вот его верх. В тепличке начинает краситься хаджимурат. И вот так вот начинает окрашиваться таман. В теплице осветление обязательно, потому что есть проблемы с проветрием. Хотя у нас уже вон стоит дополнительная дверь. Но, тем не менее, ягоды могут загниваться, поэтому листья надо убирать. Единственный нюанс, что для теплицы это лучше делать постепенно, либо некоторое время притенять, поскольку я вам уже показала солнечные ожоги. Вторая зилга. Но остальные мы пока что не осветляем, потому что еще рановато будем проводить эту операцию по мере созревания. Вторая зилга. Это у нас вторая зилга. Но на остальных сортах еще ягоды не окрашиваются, еще не размягчаются. Поэтому осветление на них мы отложим на более поздний срок. Еще один маленький, но важный момент. Пока что листья я сложила здесь, но на самом деле листья мы под виноградником не оставляем. Мы их убираем и желательно сжигаем. Потому что если мы оставим вот так листья на земле, то они могут стать дополнительным источником инфекции для нашего виноградника. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свое мнение, задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов винограда. Обновление каталога будет осенью. И мои контакты. До новых встреч!